Всем привет мои дорогие друзья я рад вас приветствовать на моем новом ролике поздравляю всех с наступающими праздниками желаю счастья здоровья успехов и всего самого наилучшего не забывайте у меня есть бустер и не забывайте заходить пациент телеграм ну и все пожалуй если вам что-то интересует то заходите в телеграм или на бустер и пишите мне переходим к ролику Фьюри В замешательстве спросил Стив, так как Фьюри уже некоторое время приходил к нему в комнату Здравствуйте, капитан, поздравляем с достижением 10 уровня Сказал Фьюри с легкой улыбкой Он был удивлен, увидев, что Стив так увлечен и SW, особенно когда ему сообщили, что Стив в настоящее время занимает первое место в рейтинге самого высокого уровня, поэтому он пришел к Стиву с предложением, но увидеть, как Стив выходит из комнаты, что-то очень редкое Возбудили его любопытство Спасибо, Фьюри, ты не против отвезти меня в больницу, где сейчас находится Пегги? Спросил Стив немного неловко Фьюри удивленно поднял бровь, но все же кивнул Конечно, но ты не против сказать мне, почему? Если я не ошибаюсь, ты уже ходил к ней на этой неделе, верно? Спросил Фьюри, направляясь к гаражу щита Стив кивнул и взволнованно ответил Что ты сказал? Ты изучил навык и SW в реальной жизни? Потрясенно спросил Ник, впервые потеряв самообладание перед Стивом Стив был удивлен изменением отношения Фьюри, но когда он, наконец, задумался о последствиях, которые это могло бы иметь, он понял, почему Ник поступил именно так Поскольку он был настолько сосредоточен на помощи Пегги, ему даже не пришло в голову, что это значит для человечества, но теперь, когда Фьюри разбудил его, Стив был потрясен Да, я научился навыку, который, по-видимому, может вылечить любую болезнь, потрясенно ответил Стив Они стояли в коридоре, глядя друг на друга несколько секунд, когда Фьюри проснулся и еще быстрее пошел к гаражу Нам нужно срочно проверить, действительно ли это работает Вы уже проверили навык? Спросил Ник Стив тоже начал быстро следовать за ним Я еще не проверял его, но с тех пор, как я вышел из игры, у меня такое ощущение, что я могу использовать этот навык так же, как в игре, как будто я пошел в школу, научился умножать, и теперь, когда я вне школы я могу размножаться, как если бы я всегда это знал Ник был шокирован этим, но вскоре увидел проблему Но если я не ошибаюсь, паладинам нужна мана для использования навыков, верно? У тебя есть мана в реальной жизни Когда Стив услышал это, он испугался Я, я не знаю Ник кивнул и ответил Необходимо провести тестирование Пока они шли, Ник поднес руку к уху и отдал приказ Все боевые агенты ВСВ, как можно быстрее переключите свое внимание на повышение уровня Я хочу, чтобы все агенты, ориентированные на бой, достигли 10 уровня в течение 4 дней, в то время как агенты, сосредоточенные на крафте, сосредоточились на повышении уровня Уровень тоже Услышав приказ Ника, Стиву стало любопытно Есть ли награда за повышение уровня в ремесленных профессиях? Ник только покачал головой Никто не предполагал, что достижение 10 уровня откроет такую возможность, поэтому с этого момента лучше относиться к ESW так, как будто что-то возможно Мысль о том, что обычные люди, возможно, смогут изучить игровые навыки, заставила Фьюри почувствовать надвигающуюся головную боль, поскольку люди не будут просто использовать эти навыки во благо, и, вероятно, ему придется подумать о том, как справиться с этими навыками Люди Чего Фьюри не знал, так это того, что в Оазисе уже была система проверки нравственности человека, и пока у человека оценка моральности ниже базового уровня, этот человек не получит способностей к реальной жизни Это было бы рискованно, но у Алекса не было другого выбора Он не стал бы предоставлять людям возможности игры для совершения зла, поскольку чем хаотичнее общество, тем меньше джипи он получит, поскольку у людей будут другие приоритеты Так что, даже если бы люди знали, что за их действиями в игре следят, их бы это не волновало В предыдущем мире Алекса все жаловались, что за ними шпионят, но они по-прежнему продолжали использовать социальные сети, принимать файлы куки в интернете или разрешать приложениям анализировать их интересы для отправки целевой рекламы Несмотря на то, что люди жаловались, они все равно это принимали, и для Алекса этого было достаточно Он уже делал много хорошего для человечества, эта деталь не изменила бы имидж Маджанга, тем более, что это использовалось для того, чтобы плохие люди не получили способности в реальной жизни Так что это, вероятно, было бы воспринято как хорошее Что люди-люди будут ему благодарны Чего Фьюри не знал, так это того, что, хотя он сделал это предупреждение агентам ЩИТа, эта информация также была передана всем агентам Гидры по всему миру Хоть Гидра и не знала причину такой важности прокачки, они все равно знали, что Фьюри не делал чего-то просто так и тоже начали это реализовывать Они просто не знали, что подавляющее большинство их агентов не смогут изучить какие-либо навыки в реальной жизни Придя в комнату Пегги, Стиву было немного грустно видеть, как она постарела, но, к счастью, это чувство вскоре сменилось счастьем Поскольку он представил, что, возможно, сможет завести с ней разговор, который продлится дольше, чем пять минут Несмотря на то, что Пегги была пожилой и ослабленной, инстинкты агента Пегги еще не совсем заржавели Поэтому, когда она услышала чьи-то шаги, входящие в ее комнату, она быстро проснулась и посмотрела на этого человека Глядя на лица вошедших, Пегги была потрясена Стив, ты еще жив? Сказала она в шоке Услышав, что она сказала, нос Стива начал гореть, когда он сдержался и не заплакал снова Каждый раз, когда он приходил к ней, она всегда говорила это, даже несколько раз в день Сегодня все будет по-другому Взволнованно подумал Стив и улыбнулся Привет, Пегги, да, я жив Сказал он, протягивая руку, чтобы держать ее за руку Прошло так много времени, сказала она и начала плакать, как делала каждый раз Но на этот раз Стив вспомнил ощущение от использования Pure 5 и SW и начал делать то же самое в реальной жизни К удивлению Стива и Фьюри, наблюдавших со стороны, рука Стива внезапно начала светиться золотым светом Интенсивность свечения возросла настолько, что даже плачущая Пегги была шокирована этим Особенно когда ощущение тепла начало распространяться от ее руки, касавшейся света по всему ее телу Это ощущение распространилось по всему ее телу, пока, наконец, не достигла головы, вызвав на секунду в голове небольшой зуд И внезапно к ней начало возвращаться множество воспоминаний Увидев ненормальную реакцию Пегги, Стив забеспокоился и спросил, Пегги, ты в порядке? Пегги услышала это и удивленно посмотрела на Стива Стив Услышав это, Стив почувствовал, как у него упало сердце, поскольку он думал, что Пегги снова будет удивлена, увидев его здесь, но то, что она сказала дальше, повергло и его, и Ника в полное потрясение Разве ты не приходил сюда три дня назад? Что-то случилось? Растеряно спросила Пегги Но в этот момент именно Стив не смог совладать с собой и заплакал, думая Спасибо, Ночь Ты помнишь, что произошло, Пегги? Спросил Стив, держа ее за руку Пегги, которой уже был девяносто один год, посмотрела на внешность Стива, который был еще таким молодым, каким она его помнила, и вздохнула Да, теперь я помню все, просто, как я могу помнить, чтобы на меня не повлияла болезнь Альцгеймера Спросила она недоверчиво Увидев, что она помнит, Стив начал улыбаться, раскрыл ладонь и показал сияющие в ней золотые частицы Это волшебство Я научился волшебству, которое может вылечить болезни, включая болезнь Альцгеймера Сказал Стив, снова глядя на Пегги, улыбаясь Видя, как Стив улыбается ей, как он смотрит на нее, все еще с той же любовью, которую он всегда чувствовал, Пегги почувствовала, как у нее защемило сердце Почти 70 лет она ждала, чтобы увидеть эту улыбку, увидеть перед собой этого мужчину, главным образом, чтобы иметь возможность, наконец, подарить ему танец, который она обещала К сожалению, он исчез, она через многое прошла, основала щит, с таким многим справилась, и только теперь, когда ей за 90 лет, на больничной койке, не может даже ходить самостоятельно, он появился По крайней мере, я снова увидела тебя, Стив Сказала Пегги, с любовью глядя на него и начиная плакать Больше всего ее ранило то, что в тот момент, когда она была наиболее хрупкой, именно Стив появился снова, на этот раз даже с помощью магии, чтобы спасти ее и позаботиться о ней, но, к сожалению, она не может пойти с ним даже в парк На прогулку Видя ее реакцию, Стив тоже почувствовал, как у него заболело сердце, и понял, почему она так себя ведет Но вскоре он о чем-то подумал и улыбнулся Ты же знаешь, что я все еще жду этого танца, да Услышав, что он сказал, Пегги почувствовала, что ее сердце заболело еще сильнее Я не думаю, что смогу больше дать тебе этот танец, Стив Сказала Пегги, плача, как маленькая девочка Да, ты можешь, точка Сказал он уверенно Услышав это, Пегги быстро подняла голову и в шоке посмотрела на Стива У тебя тоже есть магия, которая может омолодить меня Стив усмехнулся и покачал головой Пока нет, но это не невозможно, если этот человек захочет Но я подумал об этом это ты Итак, Стив начал объяснять Пегги о базисе и о том, как можно сделать там персонажа таким, каким вы хотите, до такой степени, что она могла даже использовать свою внешность с момента их первой встречи Он объяснил, что там она снова сможет нормально передвигаться и что, если захочет, то сможет даже участвовать в битвах и сражаться с монстрами, что повергло Пегги в шок Для основательницы Шилд, хотя она и не работала уже много лет, первое, о чем она подумала, услышав это, было то, насколько это опасно и сколько последствий это может вызвать Когда она рассказала об этом Стиву, не только Стив засмеялся, но и Ник, который тихо сидел в углу комнаты, засмеялся, дав понять Пегги о своем присутствии Хоть она и была отличным агентом, сейчас Пегги был всего 91 год и она уже сильно заржавела, поэтому она даже не заметила Ника в комнате, но теперь, когда она его увидела, она была шокирована тем, что раскрыла какую-то конфиденциальную информацию Не волнуйтесь, директор, эта информация также находится в моей юрисдикции Ник ответил в хорошем настроении Директор, вы агент счета? Спросила она немного удивленно Но вместо того, чтобы Ник ответил, Стив засмеялся и ответил Это Ник Фьюри, нынешний директор, счета Именно он привел меня на встречу с вами после того, как меня разморозили Услышав это, воспоминания вернулись в голову Пегги, в основном о Фьюри, который время от времени приходил к ней в гости, что немного улучшило ее впечатление Пока продолжалась беседа между ними, Ванда и Пьетро наконец выбрали навыки, которым собирались научиться Пьетро выбрал навык скрытность, который сделал его тело слегка прозрачным за счет снижения его скорости на 50% Но для такого человека, как он, который мог бегать со скоростью, в 4 раза превышающей скорость звука, уменьшение этой скорости на 50% заставит его бежать только со скоростью, в 2 раза превышающей скорость звука, что, хотя и казалось много, но было не так уж и много по сравнению с возможностью стать почти невидимым Если бы эта способность использовалась правильно, он все равно был бы очень смертоносным во время бега, но он также был бы в гораздо большей безопасности, когда стоял на месте, поскольку врагам было бы труднее понять, где он находится Что касается Ванды, она выбрала навык ледяная броня, поскольку, поскольку у нее уже были силы, сосредоточенные на атаке и контроле, больше всего ей не хватало способа защитить себя, а морозная броня была идеальной В ходе испытаний, которые она проводила, когда она активировала эту способность, ее кожа становилась настолько устойчивой, что ее было трудно даже ранить ножом, если приложенная сила была недостаточно велика Как будто я всегда ношу защитную броню, пока этот навык активен Взволнованно сказала она, глядя на слегка замерзший нож в своей руке Когда она напала на себя с ножом, нож быстро начал замерзать и вес его увеличился примерно на 30%, как это и произошло в игре, что снизило скорость атаки напавших на нее противников Когда Ванда собиралась войти в заброшенный дом, в котором они с Пьетро жили, она услышала шум Этот шум был ей очень знаком, так как именно его издавал Пьетро, когда перестал бежать рядом с ней Хочет играть Взволнованно спросила она, глядя на него Но когда она увидела его расстроенное выражение лица, она уже представила, что происходит Они снова нас нашли Спросила она, начиная закрывать глаза Я так думаю, пока я проверял свою скорость с помощью СНИК, я видел несколько машин, похожих на те, что использовала Гидра, пока мы там были, видимо они каким-то образом обнаружили, что мы здесь живем Сказал Пьетро немного расстроенно Ванда просто кивнула и продолжила с закрытыми глазами, используя свои силы Через несколько минут она наконец открыла глаза и тоже вздохнула Это действительно они, нам придется переехать, и на этот раз в очень отдаленное место Она сказала Пьетро тоже кивнул и использовал свою сверхскорость, чтобы привести в порядок те немногие вещи, которые у них были В основном два старых ноутбука, на которых они играли в Elder Scrolls, Warcraft Собрав все, Ванда забралась на спину Пьетро, держа в руках сумки, и в следующую секунду они исчезли Направление, куда они пошли, было недалеко от Нью-Йорка, небольшого городка под названием Бэйвилл Посмотрев репортажи из Оазиса, Алекс остался вполне доволен Число игроков и SW за последнюю неделю выросло до 1,3 миллиарда При средней абонентской плате 10 долларов, это минимум 13 долларов миллиардов каждый месяц Оазис, нет ли проблем с перенаселенностью или чрезмерным населением в определенном районе игра? Спросил Алекс В обычной Морге, если более 20 игроков пытаются убить монстров в определенной области, это уже принесет игрокам плохой опыт В SW каждая область может поддерживать несколько сотен игроков, даже несколько тысяч, поскольку размер площадок был намного больше, чем в тех играх, в которые он играл раньше Но даже в этом случае средняя зона вряд ли сможет поддерживать более 3000 человек, а для игры с более чем 1,3 миллиарда игроков, если бы этим не было хорошо управлять, зоны было бы очень легко заполнить Итак, Алекс провел целую ночь, создавая новые области и расширяя мир Азерот, который был континентом Альянса, по размеру был равен 4 странам, причем каждая страна управлялась расой, точно так же, как это был континент Орды Учитывая такое гигантское количество игроков, Алексу пришлось быстро расширять масштаб карты К счастью, несмотря на то, что игра была настолько реалистичной по своим масштабам, игроки, которые не находились в одной и той же области, могли использовать столичные порталы или платить грифонам, чтобы те перебрасывали их из одного угла в другой Чтобы сделать это еще более практичным, Алекс увеличил скорость полета этих грифонов, которые совершали путешествие из одной столицы в другую всего за час Поскольку в игре еще не было летающих средств передвижения, такая скорость не вызвала бы у игроков никаких проблем А поскольку ESW был всего лишь игрой, пока игроки управляли грифонами, они могли отключиться от ESW и оставить персонажа летать одного, пока они занимались чем-то другим в оазисе Только в последние пять минут путешествия игрок будет вынужден вернуться, чтобы персонажи не засоряли территорию, где другие игроки хотели заплатить за поездку с грифоном Эта возможность сделала арену ESW чрезвычайно загруженной, главным образом потому, что на арене был рейтинг игроков Одна тысяча игроков, набравших наибольшее количество очков, получали титул гладиатора и появлялись в рейтинге всего мира Что удивило Алекса, так это то, что в оазисе были даже магазины, в основном в хабах 71 и 72, которые были ориентированы именно на игроков, находящихся в середине полета, с быстрыми развлечениями, фастфудом и более быстрыми делами, которыми игроки могли заняться между ними Поначалу это было что-то очень странное, но со временем у игроков стало обычным ходить в эти магазины и тратить немного денег, чтобы развлечься во время полета в игре Поскольку цена вещей в оазисе была намного ниже, игроки не возражали против трат, как в реальной жизни, как будто их деньги были более ценными в оазисе, чем в реальной жизни Это не только вызвало больше интерес со стороны крупных магазинов к открытию филиалов в оазис, но и мелкие предприниматели увидели прекрасную возможность внедрять инновации с творческими идеями и пробовать себя в оазис, поскольку в случае неудачи это, вероятно, не положит конец их жизни, как в реальной жизни Нет проблем с переполненностью, сэр В настоящее время самой густонасыленной территорией является лес вокруг Штормграда, где проживает 7519 игроков, что составляет лишь 75% вместимости территории Остальные 471 миллион онлайн игроков без проблем разбросаны по другим регионам мира Послушав доклад Ащис, Алекс остался очень доволен Тот факт, что в сети было всего 471 миллион игроков, его не удивил, хотя это означало, что примерно 2 трети были оффлайн, поскольку ESW была всемирной игрой Пока одна сторона планеты играла, другая часть работала, а другая часть спала, оставляя онлайн только в среднем треть игроков Конечно, это было только в обычные дни, в выходные это значение сильно выросло, и Алекс предполагал, что когда он будет проводить мероприятие, это значение вырастет еще больше Но зная, что население игры хорошо распределено по карте, Алекс продолжал смотреть на лежащий перед ним отчет, становясь все более и более удовлетворенным Из игроков, протестировавших игру, более 98% вернулись, чтобы поиграть снова, даже если это было желание попробовать еду, путешествовать по миру или полетать на грифонах В игре всегда было что-то, что могло бы привлечь максимально возможную аудиторию По сравнению с доходом от ESW, доход от Fortnite и Minecraft был очень низким, почти незначительным, но Алекса это не волновало, так как для него это было неплохо Его идея заключалась в том, чтобы продолжать разработку игр, и даже если в эту игру не каждый будет играть, если эта игра сможет сделать чей-то день лучше, Алекс будет доволен И на этот счет у него уже были некоторые идеи Я подожду, пока ESW станет более сосредоточенным, и только тогда я смогу начать разработку других игр, особенно с этим порталом, подумал Алекс, вспоминая портал, который вел в мир Наруто У него были планы вернуться в тот мир, особенно сейчас, когда он зарабатывал миллионы JP в месяц, время для него туда все приближалось, но Алекс не хотел торопиться Этот мир был в 2012 году, и, зная сюжет, Мстителей, вторжение произойдет позже в этом году, поэтому он хотел сначала разобраться с вторжением здесь, прежде чем сосредоточиться на переходе в другой мир Жалко, что я не помню точно, в каком месяце произошло вторжение Алекс вздохнул Но если подумать, что даже Тор находится в оазисе, вероятность Тога, что дата будет другой, очень высока, поскольку эффект бабочки от Тога, что я просто нахожусь здесь, уже произойдет, не говоря уже о том, насколько сильно я влияю на этот мир Не то чтобы Алекса это тоже волновало, он не собирался ограничивать свою жизнь ради сохранения первоначального сюжета, как он знал, поскольку у него был способ стать сильнее, Алекс просто намеревался стать сильнее и справиться с последствиями своего действия Оазис, как долго еще игроки достигнут 10 уровня? Спросил Алекс По моим расчетам, примерно через один час другие игроки достигнут 10 уровня, через 20 минут его достигнет другой, таким образом, время уменьшается, пока через 24 часа количество игроков 10 уровня не составит примерно 80 игроков Положив руку на подбородок, Алекс начал думать 80 игроков с навыками в реальной жизни за 24 часа, и это значение будет только увеличиваться Думаю, будет лучше, если я сделаю официальное заявление об этом, прежде чем произойдет что-то худшее Размышляя о том, что он мог бы сказать аудитории, Алекс начал волноваться, думая о том, как люди отреагируют, узнав, что они могут изучить игровые навыки в реальной жизни Привет всем, вероятно, через несколько часов появятся новости о людях, которые изучили способности ESW в реальной жизни Мы здесь, чтобы уточнить, что эта новость, возможно, правдива, поскольку по достижении 10 уровня в ESW игрока появится возможность изучить игровой навык в реальной жизни Конечно, поскольку игроки уже платят ежемесячную плату, мы решили, что изучение этих навыков будет бесплатным, но знайте, что наши ресурсы ограничены, и мы не сможем сделать навыки доступными для всех, поэтому бесплатная версия будет ограничена Квота каждый месяц, при которой первые, кто запросит, получат навыки, а остальным придется ждать следующего месяца или заплатить, чтобы получить навык немедленно Нам не нравятся подобные вещи, но мы вынуждены поступать именно так, поскольку стоимость обучения человека такому мощному навыку, как суперсила, действительно очень высока, поэтому мы надеемся на всеобщее понимание Мы с нетерпением ждем возможности показать нам навыки, которые вы приобретете в реальной жизни Тильда Ночь Нравится, 42 миллиона Комментариев, 28 миллионов Как только этот пост появился на форуме Ashes, игроки были крайне шокированы Даже игроки-ветераны, которые уже немного оцепенели от того, что делал Мохенг, поскольку всегда происходило что-то удивительное, на этот раз они были шокированы больше всего Игроки, которые играли в ESW, в настоящее время просматривали свой список навыков и думали о том, какой навык будет полезен в реальной жизни В то время как игроки, которые не играли в ESW, серьезно подумывали о том, чтобы начать играть, чтобы изучать навыки и в реальной жизни Конечно, были скептически настроенные люди, которые думали, что Мохенг просто выдумывает все это, чтобы привлечь внимание Но эти люди были в абсолютном меньшинстве, поскольку доверие, которое Мохенг построил с сообществом, настолько сильно, что даже если это было чем-то абсурдным Люди все еще верили, что Мохенг сможет это сделать Особенно, когда видео попало в интернет В этом видео Нотч летел рядом с Железным Человеком и сказал, что он использовал навык из Elder Scrolls, Warcraft Если Нотч выучил навык из игры, которую он создал, почему он не мог научить этим же навыкам и игроков? Когда эта новость стала известна, нет и Питер в шоке переглянулись Питер, потому что ему было интересно, сколько новых людей будут обладать сверхспособностями в реальном мире А нет, потому что он понял, что наконец-то сможет обрести суперсилу в реальной жизни, как Питер Боже мой, это так круто! Взволнованно сказал нет, начав смотреть на свои способности и представлять, каким из них он мог бы научиться Питер, как ты думаешь, какому навыку я могу научиться, чтобы помочь тебе? Услышав вопрос не да, Питер быстро понял точку зрения своего друга и удивился Неужели нет действительно сможет помочь мне разобраться с бандитами? Питер был взволнован Поскольку вы шаман, мы можем подумать о трех возможностях Первое заключается в том, что вы получаете наступательный навык, такой как молния, с помощью которого вы можете стрелять молниями в бандитов Но, поскольку у вас нет боевой подготовки, это может сделать вас очень уязвимым Точка Сказал Питер Во-вторых, вы можете изучить татем, где вы можете оставить татем в бою и использовать татемы для автоматической атаки врагов, так что вы не подвергаетесь такой большой опасности, но вам также придется прятаться, пока татемы атакуют Точка Питер сказал второй вариант Последний вариант, выучить навык исцеления, поэтому, пока я в бою, вы можете помочь мне, будучи председателем, а когда я вернусь с боя, вы все равно сможете залечить мои раны Питер наконец закончил Услышав обо всех этих возможностях, нет был в восторге от них всех, но, подумав о том, насколько это будет опасно, он сразу же исключил первую возможность Что касается двух других возможностей, он все же решил подождать еще немного, чтобы принять решение, поскольку он все еще был на 9 уровней и имел всего 10% опыта Еще одним человеком, который был чрезвычайно шокирован, когда увидела эту новость, была Яаа, древняя Почему я не мог видеть это будущее? В шоке подумал Яаа С этого момента, когда бы она не пыталась увидеть будущее, она могла видеть небольшие остатки обычных людей, использующих силы в реальном мире, но когда она наблюдала будущее накануне, она все равно не могла этого сделать Почему я не могу видеть твое будущее, Ночь? Спросила она, наблюдая за реакцией игроков на новости Ноча К ее удивлению, люди восприняли это очень хорошо, количество людей, не доверявших Мохэнг, было настолько небольшим, что практически незначительным Но что действительно удивило ее, так это комментарии игроков, которые сказали, что они ученики школы магии Камаратаджа в Оазисе Подождите, Стрэндж сказал, что число игроков магов, которые присоединятся к ним, составляет примерно 200 тысяч человек, если все эти люди изучат магию в реальной жизни Мысли об этих возможностях еще больше потрясли ее Число магов в Камаратадж по всему миру не превышает 4 тысячи, к ним присоединяются еще 200 000 человек Боже мой, я должен заставить магов начать играть в ESW, чтобы они не остались позади С тревогой подумала я, вызывая морда Тревога, которую испытывала я по поводу Тога, чтобы все ее подчиненные начали играть в ESW, начала чувствовать не только она, но и почти каждый лидер во всем мире Особенно когда агенты под ними показывали изображения заклинаний и навыков, которые игроки изучили в игре, размышления о том, как это будет полезно для их страны, заставили их созывать встречи как можно быстрее Даже директора больницы врачи почувствовали приближение кризиса, поскольку, когда эта новость стала правдой, их работа оказалась под угрозой, учитывая, насколько сильны были целебные способности жрецов и паладинов Теперь, когда я объяснил вам эту новость, я надеюсь, что все понимают, что нам нужно будет освоить эти навыки исцеления как можно быстрее, если мы хотим продолжать работать, верно? С серьезным выражением лица сказал директор крупной больницы в Нью-Йорке Я уже попросил своего секретаря составить список всех классов в игре, обладающих целебными способностями, и выбрать наиболее полезные Я думаю, что лучший способ остаться там, где мы есть, это изучить навыки, наиболее близкие к нашим реальным способностям Так как она также нашла новость о том, что чем больше вы знаете о навыке, тем лучше вы будете использовать этот навык Пока мы сможем изучить все навыки исцеления, наша больница по-прежнему останется одной из лучших больниц в Нью-Йорке И если мы мы можем получить больше навыков, чем в других больницах, мы могли бы даже перейти в самую большую больницу в городе, штате или даже стране Услышав слова директора, врачи, присутствовавшие на встрече, просветлили глаза, задумавшись о том, какие у них будут возможности вырасти как профессионалы, обладающие этими навыками Когда встреча закончилась, врачи постарше быстро позвонили молодым врачам, чтобы объяснить им больше об игре и помочь с некоторыми вещами, которые они не понимали, поскольку даже он был очарован и напуган этими навыками Они поняли, что эти способности, появившиеся в реальном мире, могут быть не только большим благословением для них, но также могут стать кошмаром, который скинет их с пьедестала, если они не адаптируются быстро Всего через несколько часов в интернете начали появляться новые сообщения о людях, приобретающих реальные жизненные навыки На этот раз посты такого типа не только появлялись на форуме ААЩИС, но и становились вирусными на Туич с видеороликами, на которых люди демонстрируют свои способности в реальной жизни Видя, как другие люди получают способности в реальной жизни, игроки еще больше воодушевились игрой и начали играть еще больше, чтобы как можно быстрее достичь 10 уровня Даже некоторые сообщества ААРПИ решили сделать перерыв в ААРПИ, чтобы сначала сосредоточиться на достижении 10 уровня, поскольку они понимают важность изучения этих навыков в реальной жизни Но больше всего этим изменением были удивлены Люди Икс Чарльз Ксавье в тот момент находился в кафе в ААЗИСе, читая ленту форума, чтобы узнать новости, и вид такого количества людей, заинтересованных в получении способностей в реальной жизни, поверг его в шок Мутантов всегда критиковали и ненавидели за то, что они обладают способностями, а теперь люди тоже захотели силы, что происходит Я думаю, это была просто ревность Знакомый голос раздался из уха Чарльза, заставив его в шоке повернуться к этому человеку Ночь Спросил он с удивлением, так как прошел уже несколько месяцев с тех пор, как он видел этого человека В последний раз, когда он видел Ноча, он даже не знал, что Ночь был создателем Майнкрафта, а теперь он здесь, каждый день развлекается в ААЗИСе и наслаждается множеством новых впечатлений, которые когда-то создал этот человек, с которым он случайно разговаривал Давно, профессор Сказал Ночь, улыбаясь Что ты имеешь в виду под завистью? Растерянно спросил Чарльз Вы, мутанты, всегда были единственными, у кого была возможность обладать способностями, быть особенными, это вызывало зависть у большинства людей Но теперь вы больше не единственные, кто может обладать способностями, как вы думаете, что произойдет? Спросил Ночь Думая об этой возможности, Чарльз был потрясен Уйдет ли ненависть? Бинго! Ответил Ночь, вызывая чашку горячего шоколада На самом деле, к некоторым людям, вероятно, все еще будет некоторая ненависть, поскольку предрассудки и расизм никогда не исчезнут, но они уменьшатся настолько, что с вами снова начнут обращаться как с нормальными людьми Думая обо всем этом и, наконец, понимая, что история Ноча была правдой, сердце Чарльза колотилось так сильно, что он даже не мог в это поверить Единственное, что он мог сказать, это, спасибо Услышав это, Ночь лишь улыбнулся и покачал головой Можете не благодарить меня, как человека, это самое элементарное, что я могу сделать, тем более, что с моими возможностями это сделать нетрудно Просто наслаждайтесь жизнью, это то, чего вы заслуживаете Поговорив еще несколько минут, Ночь наконец телепортировался в другое место, особенно когда игроки вокруг него начали замечать его там и начали записывать его и фотографировать для публикации в интернете Глядя на пустое место перед собой, Чарльз наконец о чем-то подумал Думаю, Эрик будет рад это услышать Надеюсь, теперь, когда все станут равными, он не попытается сделать какую-нибудь глупость Чарльз взволнованно подумал Даже газеты по всему миру публиковали новости о людях, которые изучили навыки Некоторым странам посчастливилось получить более одного игрока, который сегодня изучил навык, в то время как другим странам не повезло, потому что в их стране даже не было игрока Но отсутствие там никого, кто об этом узнал, не помешало журналистам писать истории об этих случаях и даже показывать игроков из своей страны, которые были ближе всего к достижению 10 уровня в рейтинге Elder Scrolls, Уауркрифт Эта волна новостей по телевидению сумела еще больше лопнуть пузыри ESW, в результате чего количество игроков, посетивших Ashes в тот день, достигло исторического пика в 3,1 миллиарда разных игроков Конечно, эти новые игроки не сразу стали подписчиками VIP или ESW Подавляющему большинству игроков потребовалось несколько дней, чтобы наконец убедить их попробовать Elder Scrolls, Уауркрифт Обычно в первый день, когда игроки знакомились с Ashes, игроки в основном посещали магазины в Ashes Hobbs На второй день эти игроки возвращались в магазин, который им нравился, и, вероятно, тратили несколько центов, чтобы купить то, что им понравилось, чтобы посмотреть, на что это похоже, после того, как в течение нескольких минут наблюдали, как другие игроки покупают вещи На третий день эти игроки будут более готовы потратить деньги на Ashes, вероятно, потратят несколько долларов, чтобы развлечься Благодаря такому невероятному опыту в Ashes сопротивление, которое эти игроки испытывали, тратя там деньги, значительно уменьшилось бы до такой степени, что на четвертый день вероятность того, что игрок попытается заплатить за подписку ESW, стала очень высокой Но на этот раз, вместо того, чтобы ждать до четвертого дня, на второй день большинство новых игроков уже заплатили, чтобы попробовать ESW, потому что на следующий день новости показали, что сотни людей по всему миру изучают навыки Несмотря на то, что эти люди не были очень опытными в этих навыках, это все равно поражало многих людей А после новости от ночи о том, что количество мест ограничено, люди не могли дождаться и быстро заплатили первую ежемесячную плату, чтобы попробовать игру К счастью для игроков, сюжет игры был настолько увлекательным, а искусственный интеллект неигровых персонажей был настолько хорош, что многие люди начали играть с намерением сделать все как можно быстрее, но вскоре сдались, когда оказались настолько вовлечены в истории персонажей Квесты Главным образом потому, что в отличие от других ролевых игр квесты не были однообразными и скучными У всех квестов ESW была логическая причина, и действия игроков в игре заставляли NPC постоянно генерировать новые квесты, делая опыт каждого человека уникальным Что-то, что начало входить в рутину игроков, это просмотр прямых трансляций игроков других рас, чтобы увидеть, на что похожи опыт прокачки и квесты этой расы Увидев, что на 10 уровней уже 600 человек и что очередь на получение навыков становится длиннее, Алекс только покачал головой и оставил все как есть Но чего он не предполагал, так это того, что эта очередь за получением навыков в реальной жизни пойдет на пользу игре, поскольку ажиотаж, который почувствовали игроки, когда увидели, что их число уменьшается, был таким же большим, как у ребенка, ожидающего Рождества Появлялись потоки людей, демонстрирующих замедление времени, и тысячи людей смотрели, чтобы увидеть, как эти навыки выглядят в реальной жизни Если вторжение займет несколько месяцев, возможно, мне вообще не придется предпринимать никаких действий, чтобы помочь Нью-Йорку Алекс взволнованно подумал, глядя на игровые данные Субтитры создавал DimaTorzok